Пермский период А слова такие были Произнёс их Павел Иванович Романов Начальник геологического отдела И ни черта бы из этого Мальчишки не вышло бы Если бы не жена, не Шарлотта Всё сделала Шарлотта Я страшно заинтересовался Сбор Чессона Мэр Чессона, да Кстати, правильно говорить Мэр Чессон по-английски, да Но в русской традиции Это мне профессор Аргибисов внушил Вот, я заинтересовался Ужасно этим делом Он говорит Открыватель Пермской системы Так вы не знали, что ли? Закончили геологически и не знали? Я не знал, историю геологии я не знал Она не преподавалась? Мельком это всё дела Давно минувших дней И я говорю А что такое Мэр Чессон? Да там лекции читал Николай Павлович Герасимов Профессор Пермского университета И мы, когда трудные зачёты Мы его уводили на Мэр Чессона И он нам рассказывал Про жизнь этого необыкновенного человека Ну, дальше это такая совершенно фантастическая история Он открыл три системы, директант Из двенадцати То есть, вот книга Книга жизни Он здесь был в Перми в 1841-м? В 40-м он был В 40-м, 41-м, да Он проехал, значит Ну, где-то там, допустим, до Вятки А, книжку написал через год Да, до Вятки Одно дело в том, что в Англии Развит так называемый Олд Ред Стоун Древний красный камень И когда он приехал сюда Вот когда вы по камень едете Там, значит, обнажение Красноцветы мы их называем И он увидел эти красноцветы И он сказал Вот это наш добрый английский красный песчаник Вот И с этим он уехал А лейтенант Кокшаров Вчерашний горный кадет Мальчишка Он ему написал Он, кстати, потом переписывался всю жизнь с ним И он его звал Мой милый Кок Петушок Кокшаров Он сказал, что Дорогой Родерек МП Дело в том, что Эти красноцветы Это вовсе не древний красный песчаник Это не Девон Это что-то между Триасом и Карбоном Вот А Мурчисон был страшно нетерпимый человек Страшно нетерпимый Вот Я не знаю, с кем он еще соглашался С милым Коком он согласился И на следующий год он приехал Эту свою ошибку исправил Поэтому в открытии пермской системы Именно пермской системы Вот решающую роль Вот внес этот мальчишка Такой научный оппонент, я бы сказал, да? Да не оппонент, они друзья были Слушайте, а почему он решил именно в Пермь заехать-то? Вот почему Просто уральские горы исследовать? Нет, его не столько горы интересовали Конечно, его интересовала геология европейской части России Он хотел еще на Кавказ попасть Но на Кавказ он не попал В Кавказ была горячая точка Не пустили? Горячая точка, конечно, на войну кто пустит? Те же самые вот эти, значит, передовые линии И в это время, когда он пытался поближе к Кавказу где-то проехать Что-то ухватить еще Вообще он был Вот он работал так Значит, в темноте Работал с молотком на обнажениях И он говорит, да не обязательно видеть По звуку он определял Песчаник Или глина Когда звук тонет, значит Или известняк Вот То есть весь световой день Он, значит, посвящен Не даром он вот эти два года Он был на нашей земле И потом он написал Ну, фундаментальнейшую работу Это фантастическая работа совершенно По объему По проработке материала Она вышла только в 1845 году Вот Как она называлась? Теологическое что-то там было у него? Связано с Богом почему-то Я путаю Нет, нет, нет Он писал потом своему другу Саджвику Что Может быть через какое-то время Я смогу понять то, чего не могла Что смогла понять моя мама И чего не понимая я Трудно понять Верен ли он в Бога или нет Я этого так и не понял Нет, а как называлась у него Вот эта работа, которую он публиковал? Ну, это не стандартно было Наверное, геологическое описание Чего-нибудь в этом роде Вот Он Урал прихватил Он семь раз пересекал Урал Семь раз пересекал Урал А на Кавказ он не попал Но дальше я хочу рассказать Одну маленькую историю Если этот фрагмент не кончился еще Чтобы закончить этот материал Значит Меня поразила такая вещь Вот эта таинственная жизнь О которой я говорил Вот Марчисон добрался до Соликамска Это была северная точка Вот Если с другой стороны реки Грохнулись космонавты наши Аварийная посадка была Леонов и Беляев Вот И в этот день, когда Ну, может быть, там день-два туда-сюда Когда он находился, значит, в Соликамске В этом месте Я назвал это тропа Марчисона Вот Лермонтов написал стихотворение «Выхожу, один я на дорогу» А через несколько дней Он был убит на дуэле Вот Стихотворение фантастическое Оно написано с верхней точки Ну, вы знаете это, да? Про синюю землю? Да Никто не видел землю, что она голубая А действительно Леонов закричал Она голубая Она, значит, черный диск И голубая бахрома вокруг В земле Вот Ну, Лермонтов вообще был пророк Помните стихотворение Про то, что корона у царя упадет И придет сильный человек и так далее То есть Он писал это в 16 лет Предвидел революцию Я боюсь, что Все это переводы, переводы, переводы Пишенье там, еще откуда-нибудь Дело в том, что Билет парус одинокий Это ведь перевод английского стихотворения Вот Но он взял Алмазик и огранил его И получился бриллиант, конечно Вот И вот так вот сошлись, значит Лермонтов Марчисон И еще одна Еще одна штука Мне повезло В каком смысле Ну, вообще в жизни везло, конечно Я занимался в 301 метре геофизика Координацией работ Параметрического гурения Ну, скважины мелкие 500-600 метров Параметрические Для сейсморазведки Вот И сейсморазведочных партий Машину мне не давали Я просто Брал коммунировочное удостоверение И на попутных машинах Добирался До Каин Гаин До Кереса И летом и зимой Это вот моя работа была такая И вот я попал Значит Березовка Северная Так называемая Усольская Березовка И Вот от нее В 10 километрах, наверное Ну, может быть, 15 Вот Приземлились наши космонавты Ну, я с трудом выбрался из Майкора И вот Была эти такие Пермская музыкальная весна Лидия Николаевна Урупова Геолог отдела геологического Нас водила на эту весну Концерт был Льва Аборина И вдруг выходит конференсье И говорит Товарищи Только что сообщение В районе города и земли Вот это Приземлились космонавты Это был какой год? Это был 65-й год Да Вот И Аборин Изменил программу И, по-моему, он сыграл Вариации Вот на тему Прометея Скрябинского Где звук Как труба Уходит в небо Вот Вот повезло В этом смысле Я Подсел на Космонавтику В каком-то смысле А почему Это было интересно Потому что Одно время Была такая мода Создавали Аэрокосмогеологические Экспедиции Во всех нефтяных организациях Все это было засекречено Потом это все Раскрывалось Немножко Вот А мне в геологии Удалось сделать Одну такую штуку Ну, не мне У нас была команда Ну, человек Человек пять, наверное Вот Мы Открыли Такие линейные Мобильные зоны ЛМЗ Это узкие Трещины В земной коре Они немножко Параллельны Уралу Немножко Не совсем Значит, земля нарезана Значит Через каждые там Пять-десять километров Узкий такой клин Просел на сорок-пятьдесят метров Тридцать-сорок-пятьдесят метров Вот И Потом удалось сделать Такое Ну, не очень Серьезное направление Потому что Основное направление Было уже выработано И нам надо было Чем-то жить Это наш хлеб был Вот И вот мы придумали Ловушки Которые связаны С этими Линейными Мобильными зонами Вот А тут уже не обойдешься Без аэрокосмогеологии АКГИ Так называемое Аэрокосмогеологические исследования Вот То есть Вот жизнь Вся вот так вот Она Как Гагарин Когда полетел У него фраза такая была Вся моя жизнь А нет Когда прилетел Вся моя жизнь Была одним Прекрасным мгновением Да Кажется мне Одним прекрасным мгновением Вот так вот Промелькнула И жизнь тоже Верите, что американцы Были на Луне Я не верю Тут Тут не о чем говорить Верите Конечно были Да Конечно были Это дело Настолько серьезное И потом Это Это такие Профессионалы Вот Я сейчас как раз Пишу Вещь такую Которую Вот об этом Ну не совсем об этом Это все связано С Пермию Вот И Это меня не Не интересует Особенно Меня интересуют Другие вещи Какие-то Что вот Эта Лунная гунка Значит Она может быть Угробила Нашу страну Вот Советский Союз Может быть Не в меньшей степени Чем Афганская война Вот Потому что Кто первый Кто первый Это был спорт Это был Канадский хоккей Вот А потом Когда они Стали первыми Стало совершенно Неинтересно Никому Это все Вот Это трагедия Конечно И поэтому Какой-то Ученый Такой Шибко ученый Такой Англичанин Он сказал Что Я не знаю Что это такое Он сказал Уже тогда Что это Поражение разума Или Тожество Человеческого Гения Вот Это Сумасшедшая История Она Почему Потому что Ну Три группы Боролись Там Группа Там Королева Там Янгеля Там Это Глушко Вот Дублировались Работы Дорогостоящие Я не хочу Даже сейчас Даже Не это интересно Мне интересно Другое Какой-то Смысл В этом Был И вот Какой Слово Перми Означает Ну Как сейчас Все Признают Перма Перма Дальняя Земля Когда Новгородцы Шли За Шкурами За Исаком Значит Ну Ясно Что Их Интересовало Живо Но В то же Время Их что-то Гнало Еще Быть первыми И они Спрашивают Там что Проходили Через Страну Бэпсов Эстима Ближняя Земля Эстония Ну Чего с них Возьмешь А там Что там Перма И они Шли На Восток Значит Зимовали Пермь Вочегодская Потом Пермь Великая И они Добвали имена Рекам Скажем Я с Алексеем Ивановым Говорил на эту тему Он говорит Ну я не знаю Говорит Ну это красиво Но Вряд ли это правильно И вдруг Я узнал Значит Такой термин Есть Значит В общем Такая Топонимическая Близость Оказывается Вот Переиславль Да Четыре Переиславля Есть И четыре Переиславля Стоят На реке Трубиш То есть Люди Где-то там Чилились И название Реке давали Старое Родное Вот И вот Когда шли Новгородцы Они тянули Слово Вишера За собой Потому что Новгород стоит На реке Вишери А Когда шли Псковичи Конец Фрагмента Очень хорошо На что Все Это Псковичи Продолжение следует...